Нервы малых и средних предпринимателей на пределе. Владельцам бутиков в крупных магазинах третий месяц не позволяет вернуться к полноценной работе. Пока в стране действовало чрезвычайное положение, справляться с финансовыми трудностями помогало правительство. Но в режиме затяжного карантина бизнесменам ждать помощи неоткуда. Мы представители магазина «Казахстан», который находится на 70-м квартале. Тоже магазин у нас не 500 квадратных метров, чуть больше. Мы не работаем уже с марта месяца. Как кормить семью, детей? Что-то надо с этим делать. У нас 56 человек, женщин. Многие женщины без средств существования остались. Одинокие, воспитывают своих детей. Что нам делать? Какие-то нужно послабления нам. Потому что я считаю, что это уже сверх норма. Нельзя так. Ну нельзя так со своим народом, так нельзя поступать. Владельцы бизнеса в Тимиртау считают несправедливым и то, что запреты обошли стороной крупные супермаркеты и продовольственные магазины. Помимо этого, их застала врасплох новая статья Трудового кодекса, которая обязывает работодателя во время простоя выплачивать своим сотрудникам минимальную зарплату. У меня два продавца, лично у меня тоже задействованы. И предложение было такое от власти, что должны мы платить в дальнейшем, мы должны оплачивать им сами зарплату платить. А на что я, с чего я буду платить? Вообще я пенсионерка, но у меня просто отдел свой. И что я со своей пенсией им должна платить, что ли? А как мне жить тогда? Некоторым сферам деятельности, например, клининговым компаниям, разрешили вернуться к работе после первого этапа ослабления карантина. Но облегчение от этого они не испытали. Предприниматели зависят от жителей города, многие из которых до сих пор остаются без содержания. На сегодняшний день я не могу выплатить своим работникам зарплаты. Почему? Потому что у нас очень большой отток клиентов произошел. А произошел это от массовой безработицы в городе. Люди остались без работы, люди остались без средств существования. Вот как нам выживать предпринимателям? У нас кредиты, у нас те же самые коммунальные услуги. В банках также отсрочку по кредитам нам дали до июня месяца. В июне месяце нужно оплачивать эти кредиты. А с чего мы будем оплачивать? Ну, в общем-то, ситуация такая в нашем городе очень сложная. Предприниматели надеются, что их обращение услышат и примут во внимание власти, государственные и санитарные врачи местного и регионального уровня. И в будущих постановлениях наконец-то появится строка о возвращении к работе крупных непродовольственных магазинов, торговых домов и бизнес-центров. Екатерина Чеснокова, Сергей Баданин. Новости Тимиртау.